ку-ку друзья мои это опять зинаш домой пришла развесила купальник супчик с пельмешком поели а я забыла когда оттуда выезжал или туда приехала видел что как раз помните записывала запись говорил кто-то звонит отклонила то видео прекратится и забыла домой пришла мама говорит ой как мне кто-то как звонил посмотри чей номер пока взяла говорит уже выключили а там какой-то скрестка звонили маме я про и мне тоже кто-то звонил набрала мужчина взял голос такой группы вы мне звонили когда насчет общежития другими други мои продаете продаем я по дороге идет дорогая цыгейковой шубе а сколько уступишь я городной если будешь брать я не обижу хорошо уступлю сколько я говорю я тебе еще раз говорю если будешь брать я тебя не обижу хорошо хорошо уступлю давай к вечеру подъедешь а я че-то перебрала мне 15 нужно к нотариус ехать там где-то которого пози мамы где мама живет там на первом этаже старик я что-то думал 15 суббота оказывается пятница давай в субботу он вот хорошо пошла еду разогревать и подумала но человек ищет видимо хочет купить а вдруг он до пятницы как по другом объявлении это купит а кто его знает может реальный покупатель вчера кстати ночью по ватсапу смотрю ватсапу сообщение упало смотрю там фотографии женщины гульжана бишева этому моя одна фамилица написала на залиме цебе целиме цебе она подпродаете группа не продали групп продаю по какому адресу находится я говорю вы по объявлению крыши волкс она когда там же написано адрес она когда вот я детям хотела купить комнату это комната или квартира за такую цену квартиру не купишь это комната общежития приватизированным она вот я сыновьям хотела купить потому что они сказки лены ездят на учебу я говорю ну если вы будете брать говорю на меня в обиде не будете потому что на самом деле хорошая комната теплая чистая я для вас в январе прошлом году брат как раз на реабилитации лежал как ломания я полность отрала все старые обои прогрунтовала и вкатила там ищили были наклеила новые моющиеся обои красивые помните показывала вот потолки навесные вот эти сделала чистенько помыла все тогда вы будете видео снимала я говорю если дети будете будете брать меня тоже дети есть говорю не в обиде будете зимой не замерзнут летом не жарко там только под вечер солнце на ту сторону переваливает и солнышко светит вечером заката на хорошее солнце не горячее не жаркое но она давай писать мне вот у меня четыре сына и на я написал молодец сына детям и бога нога три сына ротрус три сына молодец она у вас детей если вы есть сын дочь . она у меня четыре сына и там сколько-то внуков я говорю это дофамильца на год откуда вы узнали мою фамилию но я скриншот сделал вот пришло за полчаса в сообщении первого такого рода племени казахстан она говорит арханка игров у меня мама арханка а вы евро я жала ирка она готова ваши корни стал талтыкурган и круто но я был городская и что-то она начала вот там про сыновей писать про время 12 было у меня уже фары закрываются спать охота моим когда снег чистил тогда я говорю ладно если надумайте номер знаете она хорошо а этот мужик позвонил думаю кто его знает позвонил посмотреть на не говорил посмотреть его на фотографии все видно на годах она фотографии видно а это говорит я хочу вживую посмотреть давай субботу потом подумал блин другу другую найдет комнату а у меня папа всегда говорил папа там разные машины были первая копейка была потом шестерка была еще какая-то а потом него была потом как 24 волна и он когда машина меняет и говорил я понял брату говорил говорит когда продаешь первый покупатель который хочет взять вот торгуется допустим уступи ему продавай первому покупателю первым не продашь потом вообще не продашь поэтому я что-то папины слова вспомнила и думаю позвонил на игру и родной до когда я сейчас приеду в город я за городом за город приеду посмотришь хорошо я говорю ну если не будешь брать такой щеночки вдоль дороги ой карапузики два ой задавят же их щенята все красивенькие как овчарят а на овчарят похожи ой карапузы стоят без мамки так жалко мне и кошек жалко и собак жалко кто-то бродячие была возможность блин я наверно построила бы как он дать этот приют я просто знаю что затратное вот своих собак бог кормить кошку кормить затратно вот я ему говорю родной но если ты п я сейчас приеду из-за города ты посмотришь и не будешь брать я тебя закрою там в комнате и уеду он смеется ой давай нас двоих закрой до нового года мы там закрытые будем это называется пошутилка я все хорошо давай жди и маме говорю мам наверно поеду я и мама ой смотри бабала чтоб тебя не обманули в смысле не знаю не обманули вам не переживай не переживай если будет сделка я позову сына у сына такой голос вот я вообще друге знаете говорила когда вот я вот такая вот не то что прямая каких-то моментах дерзкая но когда откровенно человеческая наглость грубость наглость я теряюсь почему-то я сразу так вот достойно ответить могу сюда ехала помните говорила авария была сейчас я покажу они по ума оттаранили а это или другие уже чпукнулись я взгляну а нет это другие машины стоят просто а это рикошетом те две машины в лепешку морды а это видимо там подзадились или другие у них мод немножко поцарапаны стекло забрызгали впереди грузовик ехал и вот эта грязная пыль летела ко мне вот давай проезжай давай ух ты вам видно не видно будет сейчас буду поворачивать большегрузная машина и в морду ей въехала легковушка вон мой видно вам не видно сейчас машин сзади машина вроде не гололед вот за день сколько аварий было видела он тот помните который в кювет улетела большая машина вот и вот от наглости иногда просто теряешься говорят же не тормози снегерсни вот торможу когда откровенные наглость грубят нагло вот сразу теряюсь а потом время проходит этому блин чего так не ответила вот некоторые люди бывают по это говорится пальцы в рот не клади а он 23 да а нет вот такое а я не могу так вот почему-то ничоси ты на мосту решил повернуть слышишь машины им сигналит на мосту решил развернуться очень другим едут дорога дальнем расскажу у меня же говорю в жизни не все слава богу я когда поступала в институт вот восемьдесят четвертом году я закончила ведь училище пошла работать детский сад это весной закончили а 14 февраля на свой день рождения меня сейчас повернутом падает 14 февраля у меня госэкзамены были в училище и где-то в марте мы закончили и где-то в марте в апреле уже устроил детский сад воспитателем и где-то два-три месяца поработала до мая и в мае что-то в общем выходной у меня был куда-то вылез это выходной был и у меня мысль тогда постел дам да я съезжу перед институт спрошу это в конце мая по-моему было где-то 31 на 30 мая пытаюсь езжу в институт узнаю но раз училищ закончил думал надо институт закончить перед институт а у нас дошкольное образование было только же пи которая закончила последующим а в каспи казахский пед институт там отделение факультет филологии потом другие специальности а в жемпи именно было дошкольный факультет был я собралась приезжаю на заводчику хотел поступить потому что научно как только отучилась и думаю я-то училась бесплатно и поступал очень бесплатно в отличие от моих племянниц я вам рассказывал да вот приезжаю на на вестибюле спрашиваю здесь прием на комиссии а там такая женщина пожалуй сидит какая прям зачем я буду спросить какие документы когда принято поступление она готовила сейчас через два часа уже заканчивается прием документов и руках а вот так вам тяжело сказать где там-то подхожу кто двери который там-то там стоят женщины вот кто советское время помнят у меня мама с такой прическа но не сильно большой ходила вот заведующий магазинов заведующий детских садов хотели у них такие на эти шиньоны ставили волосы отправляли вот такие прически большие халы были такие тетеньки были грудастые и вот там смотрю стоят за дверью очередь я говорю тетеньки а прием на комиссии где у них у всех руках папки накрашенного такие тени синие зеленые такие губы перламутровые они так нам на меня посмотрели как на гадку утенка прием документов сейчас закончится где можно спросить какие документы нужны они так все на меня посмотрели крыльт в смысле сейчас через два часа через час уже заканчивают они там до 4 до 5 или папа спира смены вышла в детском сады с работы не выходная спирсмены вышла они там однако пускай зайдет спросит я захожу сидит прием на комиссии тетки все я захожу груздрасте а там столы человека 34 не помню сейчас сидят и там перед ними женщины документы смотрят стали на просмотр я говорю здрасте этим подошла кто за столом я говорю скажите а какие документы нужно сдавать чтобы поступить на заочное и там одна не накрашена пиши не у нас в коротко слишком то вот такая вся сидит и говорит прием документов закончился уже когда она говорит сегодня вы же еще принимаете она говорит она вода пачка хватит который так смотрит через очки она год вот коридоре которые стоят все больше как раз конец рабочего дня сегодня последний день я вам тяжело сказать какие документы нужно она губы поджала вот список на бумажке дала спасибо взяла эту бумажку вышла когда сотовых телефонах не было восемьдесят четвертый год где-то телефон автомата а там нужна медкомиссия справка фотографии копия диплома такое все знаете же думаю копия диплом диплом есть копию где-то найти xerox нужно вот ну ладно так сервисе найду фотографии ладно я там может быть сделаем дома посмотрю обычно фотографии много же там на комсомольский на профсоюзный билет фотографировались позвонила в училище у нас вела учительница преподавательница микробиологию русская женщина я позвонила в училище здрасте здрасте это зинаша пишем надо зинаши что случилось я вы знаете мне справка нужна вот такая-такая то сейчас мы пойдем в клинику там это долго это через два часа у нас уже заканчивается она говорит давай подъезжай я тебе сделаю справку я друзья мои на такси на такси прыгнула а жила в алматинство что понимали вы жила на раймбека там где вот мавзолей раймбеку ну ориентировочно ташкентская байзакова а нужно было ехать на улицу шемякина в сторону аэропорта она подъезжай я на такси села приехала она там у него какой-то бланк был она там написал как раз учительская преподаватель всей нашей стиле на него я пишу на 2 на 2 это на заочке хочет нам поступать я бы не ты хотел в институт поступить там комиссия нужна и вот это преподаватель микробиологи говорит так девчонки давайте идите сюда за хирурга за терапевта за окулеста расписывайтесь они все расписались теперь же нужно печать это сейчас каждый врач этому свою именную маленькую кругу печать ставит с фамилиями и отчеством а раньше такую печать зафигачат а там на бумажку сделали а там написано училище алматинское учили педучилище дошкольного воспитания на печати на это видно она на бумажку сделано как блин видно и я рубли начать делать не переживай сейчас остановись покажу вам она намочила так так немножко об листочек обтерла набила и так чуть-чуть и там тоже написано смазано чуть-чуть сверху право кашка приложила влажно так и до печати что написано видно и по моему сейчас я вспоминаю по моему она где-то работала врачом еще подрабатывала у нее была маленькая печать какая-то круглая она по час для полной сущины для полной картины то сейчас еще это чпукну то печать тоже поставила чуток раз прям маленько прокрутила на 2 градуса она пойдет езжай время смотрю у меня часы были они дома где-то валяются там бело-золото и никель фирма луч папа мне покупал дарил день рождения время посмотрел уже час прошел еще час остается а я дома посмотрела до до звонка дома когда мы приехала же с института сижу давай искать фотографии ой там нужно было по 4 фотографии 3 на 4 посмотрел у меня там одно с профсоюзной книжки выдрала одну комсомольски не трогала с профсоюзной книжки отодрала одну там какая-то была опа 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 на моргающий пробежала короче две фотографии есть еще нужно две нету потом а то фотографии взяла знаете раньше фотографировали на любительские фотоаппараты черно-белые и там где-то пионерском лагере еще вожатая работала же одно время два года работала по два сезона и там одна фотография была этом сзади стою и моя 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 физиономия там я взяла фотографии приложила и вокруг обрезала обрезала там чья-то голова здесь чья-то здесь тоже чья-то голова короче на скребла три фотографии потом поехала училище и по моему там училище по моему мне ксерокс сделали диплома не помню сейчас и а там писали еще в списке нужен скоршеватель а я вот зашла в канцелярский магазин там нет скоршевателя там есть только вот такие знаете которых папки были завязками только такие я купила два но нету скоршевателя короче взяла это все в охапку приезжаю в пепель институт джемпи а там на улице в коридоре осталось только одна или две женщины я подошла и вот это которая женщина говорила что это тоже все дубу поджалка мне этот список дала она выглядывает посмотрела я издалека идут варен поглянула все последние два остались там кому-то говорит сейчас пропущу машину блин близко едет это грузовая и я подхожу и эти две женщины зашли зашли в коридоре стою на слышу что он сказал все последние две я постучал заглядываю можно это женщина я увидела бывает когда кто-то на нервы действует я и на нервы на видео действовала она посмотрела что мы прием закончили я проще не время где-то минут 15 ставал до пяти до четырех до пяти наверно она опять губы поджала эти женщин приняла те те женщины приняли а это свободно сидит посмотрите мои документы иди сюда подхожу в эту папку закидала же ложу и на стол она говорит где скоршеватель евро я не нашла скоршеватель только купила вот в канцелярском только две папки вот завязками не пойдет такое нужно взять скоршеватель вы что для каждого будем покупать отдельно что ли или у нас что там суток в общем сказала типа фабрика что ли и подготовить фонд типа типа такое мне сказала я думаю я куплю принесу господи ладно давай свои документы в общем диплом копия диплома справку посмотрела что с печатями откуда я знаю с печатями она что так быстро прошла медкомиссию да так быстро прошла медкомиссию ладно губы поджала крови такие мне понравился ей нагло сильно тут дело дохода до фотографии другим а это нужно было видеть ее лицо но у каждого из вас и у меня тоже самое сейчас в одном месте это женщины были было такое лицо две фотографии нормальные а одна фотография нормальная одна фотография с профсоюзом билета с печатью на углу на углу одна фотография там с чьей-то волоснёй внизу вырезанная она так взяла карты три фотографии это что за фотографии мои фотографии она так здесь написано 4 фотографии где еще фотография я группы на 4 друзья ну я вам говорил я не не умею обманывать но когда ложь во спасение ну судьба решается я говорю мне самой знаете плакать охота было игру было четыре фотографии может упала она может быть а там и сидели фотографии приносят же они там края обрезают в конверт а конверт еще нужно я три четыре конверта купила две-три папки такие завязками купила и там на столе под столом и обрезки от фотографии пока утрак поджигал так вот она наклонилась и там мусор и она там лазит и я наклонилась под столом задница наверху а мы попами пир она там паснул если фотографии сразу видно же фотографию а это там обрезки она так руками шарила шарила она с той стороны стола я с этой стороны и пацан так на меня посмотрела я на нее она говорит четвертой фотографии не было я у меня больше нету а это сейчас где-то минут 20 подождешь фотографии могут напечатать а тогда если сегодня сфотографируешься это только завтра или послезавтра можно было получить фотографии их нету я принесу я сфотографируюсь я принесу она опять губы поджала мне стекло 5 запрызгали пишет 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 я бы принесу друзья ты мой но нужно было видеть лицо злое лицо злое уставшие такие как я за за день это сколько это если прием на комиссии то каждый день у таких там принимать ну там я так думаю что все взрослые женщины были это я одна такая пигалица было послешь после училища 20 лет мне 6 от школ закончила даже неполных 20 мне 20 лет как раз тот год мне 20 исполнилось а там все тетки здоровые шли на заочно потому что ну завеют еще методисты работали тетки такие но в возрасте чтоб диплом был то время в советское время строго соблюдали проверяли дипломы купил не купил есть не лету допустим заведующий работаешь у тебя высшее образование нету снимали за милую душу вот если ты молодая у тебя в высшее образование есть тебя заведующий просто так ставили вот несмотря на возраст ну и она уставшая злая на меня посмотрел так вздохнул видимо уже устала со мной на нервы и видимо действовал уже она говорит хорошо принесешь а вруя не вру а уточняю в общем все это самое все ладно фото принесешь а вот эти а до этого когда скорошеватель против не принесла она говорит мне вышвыряет что-то не смотрела бы швырнулся вначале швырнула говорит скорошеватель нужен такой не пойдет это каждого будем развязывать завязывать иди отсюда и скорошеватель приходи я не выскакиваю там через коридоре в коридоре там соседний кабинет написано председатель приемной комиссии заглядывать там дяденька казах пожилой седой такой и на дверях написано мурзагалиев председатель приемной комиссии а у меня учится музыка галиевна я захожу но я поревела же она мне тогда швырнула глаза позареванные захожу ага можно что ты хотела и рава вот я хочу учиться я в этом году закончила пед училище дошкольное пришла поступать на заочное мне в ту сторону на двойной чуть в обиду не уехала опа извини брат я говорю ну я два-три магазин объездила нету скорошевателей я купила папки такими завязочками но я куплю я принесу он говорит хорошо позвонил по телефону и говорит фамилия как и на пищевая графа мы с вами группы мурзагалиев а я мурзагалиевна он как хорошо мурзагалиевна смеется позвонил тот кабинет и говорит у обещав примите папку она потом принесет захожу вот эта женщина вот так потом это тело движение было с этими фотографиями сейчас я на крайнюю полосу выйду опа опа извини не заметила извини брат сейчас я подрезала его извини я еду извиняюсь он даже не смотрит такой вот пришла потом с этим фотографиями под столом она посмотрела не было фотографии не было она она кстати не не хорошо иди оттуда ты меня запарил то у неё скоросшиватель нету не фотографии нету ту они все разно разно пола разномастные фотографии идей по нормальность или принесешь вот тогда тогда пыльешь поступать я опять слезах соплях опять к этому писать комиссии захожу он что опять я говорю ага фотографии рука одержим ну не было у меня будут такие фотографии были дома ну я принесу фотографии но одеались одной фотографии нельзя же вот так человек это самое после даже экзамене не сдам он говорит позвонил и говорит что вы ее туда-сюда гоняете но человек учиться хочет примите у нее документы она из горшевателя принесет и вторая принесет завтра принесешь завтра статистики завтра принесешь хорошо ага все иди захожу вот эта женщина как она как ты надоела говорит в общем если даже если ты поступишь даже даже если тебя про допустят как экзаменам я лично у тебя буду экзамены принимать его хорошо она с такой злостью сказала приняли документы я такая довольная и в общем пришел день наступил день экзаменов я не знаю как проклятый на экзаменах не всегда почему-то заваливали короче стало ну я почти на отличие говорил же мета модель две четверки училище а так я с отличием закончил мне же говорил говорил нет мне давали в аспирантуру направления с открытым местом назначения то есть мне сын был уже говорил я призыв прийти комиссии был замка у профессор он не говорил я говорю сколько обучаю я автоматом получил все экзамены госэкзамены у этого институте было все уже все вместе собрала забегать вперед короче прихожу на экзамен села написала все ответы руку поднимаю можно отвечать там было 23 преподавателя свободные именно вот эта женщина сидела на меня увидела и ко мне ко мне ко мне ко мне ко мне ко мне значит ко мне так а куда мне припарковаться други мои я уж к общежитию подъехала здесь мест нету здесь мест нету сюда я не влезу сейчас другие припаркуюсь нашла место припарковалась вот она год ко мне ко мне я села к подсела к ней села отвечаю она уже настроена такая была она же обещала мне в одушники устроить она уже все я смотрю на нее она вот такая сидела и и знаете теряешься сидишь она села вот отвечает я сижу отвечаю отвечаю она следующий вопрос я так понимаю у нас в школе так везде было что когда хорошо отвечаешь видно даже сама преподавала же когда человек знает он даже вот это не читает я просто писала и сижу посмотрела вопрос я отвечаю и вот так вот и когда человек отвечает хорошо уже дальше бесполезно слушать тоже когда при ответе уже сразу понятно человек списал не списал знает не знаю правильно она год следующий вопрос я следующий вопрос прочитала название вопроса и отвечаю и она давай третий вопрос я прочитала название вопроса вопрос прочитала и отвечаю она все хватит думала сдала она говорит не сдала на следующий год придешь поступать друзья у меня глаза квадратные я с отличием закончила училище причем два-три месяца назад я училась понимаете вот с удовольствием мне нравилось там учиться там поделки всякие ну с кайфом училась я и она говорит не сдала а передо мной там одна женщина сдавала взрослая ну видимо заведующий там такая у него такой шиньон такая прическа не такая хала была на голове вот такая это окрашенная и сидела такая и потом я пока написала быстренько там сидела ждала когда учить когда можно сесть пересказать рассказать ответить и она так в пакет в пакетике она вот так вот под столом так ей пакет дала она такая пакет дела туда где-то на стульчик все повесила потом она она встала пошла не это видишь что она только не отвечала и это мне мадам говорит все придешь на следующий год поступать не сдала я встаю выхожу с кабинета захожу прицел в район комиссии опять мурзагалиева он меня увидел у него уже такие глаза что вот так вот помните от волки собака украинский мультфильм что опять я захожу вот что опять евро я взяла такой-то билет там такие такие вопросы я на все вопросы написала написал ответ я даже бумажку не смотрел в ответ я и все рассказала она начала рассказывать говорю она говорит следующий вопрос второй вопрос начала рассказать она готовилась хотите вам здесь расскажу он говорит пошли он психанул на преподавателя заходят и они раз так стали всего и ахай халай туда-сюда она где ее бума ответа я не буду врать я не помню или она не могла найти ли она куда-то его дело или может показала там не помню сейчас честно не помню это сейчас 2003 но и 23 а это было восемь четвертом году и короче в общем заминка даже прошла по моему не могли бумажку найти летит такое я говорю он стоит с ней ругается почему как вот именно к ней придет относитесь она умна она сама молодая эту девчонка говорит она год она ничего не ответила ничего не знает и тут я друзья мои говорю давайте я любой вопрос возьму любой в этот любой билет возьму говорю без подготовки буду вам здесь стоя отвечать чтобы не потеряли бумажку она мы это нужно было ее лицо видеть она знаете губы поджала прям такая серая стала вот такая этот дядька стоит и паузы я беру билет его давайте буду отвечать и этот мужчина берет берет не надо положил где ее бумажка тут она искала искала на кое-как нашла 2 а4 с двух сторон или тетрадные листы двух сторон все исписано было я давайте говорю чтобы вас сомнений не было давайте любую вопрос хотите два билета возьму я на два билета еще дополнительно отвечу вот не надо прочитал все ставьте оценку ей а в ведомости уже написали 2 поставьте 4 но возмущаться друзья мои она отлично ответил но возмущаться себе дороже дома четверка 4 лижу прошла я грава рахмет он ушел друзья это нужно было видеть ее лицо вот эти столько ненависти столько зла вот знаете там на меток посмотрела и мне дать как змея шипит и говорит посмотрим как ты будешь учиться ну короче остальные экзамены я сдала вступительной поступила и первая установка сессия на заводчика все тети вот такие я одна вот такая с длинной косой в общем первую сессию сдали я сдала все на отлично зачеты экзамены установки сессия была а потом когда все пришли сессию сдавать я сдала все автоматом почти потому что курса вы издавали вот сейчас вспомнила курса вы писали все сдавал вовремя вот и она присутствует на экзаменах и она у нас преподавала преподавала еще это вот эта женщина преподавала и вот на занять занятие там женщины сидят там с кем-то разговаривают вот сидят там допустим губы края накрашивают там что-то там сядь болтают я вот только повернусь на вишево я сижу я сейчас выгоню с уроков и чем она мне трамбила и тут на экзаменах она мне давай я буду принимать экзамены стала на первый взамен пришла стал отвечать и там преподаватели у меня как не играть вопросов нету она посещала все установки там женщины придет не придет потом подарочек принесут они там поставят услышала что-то типа было я на все занятия ходила установочные сессии установочные лекции все курсовые все рефераты вовремя сдала на занятиях на семинарских руку поднимала отвечала и преподаватель год я автоматом ставлю я автоматом я автоматом получат все предмет у меня автоматом поставили и там одна женщина говорит вот все 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 сессию на пятерки сдала у тебя наверное по блату ты здесь у тебя на родственнице здесь их девчонки никому не говорите у меня мама ректор они ой ну все понятно поэтому она автоматами получила все она умна и потом я перевелась на очное отделение год не теряла но там я рассказывал что если перешла на второй курс а если научно деле переводиться мне сказали только на первый курс год теряю принципе я согласна была бы давайте на очное дома спросил родители 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 говорят поступай научно переводить потому что научно это это не обучение и декан у меня очень отделение уже вызвала говорит я тебя приведу на один к одному то есть со второго без потери года на второй курс если ты будешь студенческим деканом всего факультета дошкольного то есть там у нас четыре курса 1 2 3 4 курс и факультета на каждом курсе сейчас другие я туда следу я я я я я я я ой друзья сейчас пропустила их вот и она говорит если студенческим деканом будешь всего факультета значит я тебя переведу но согласилась на тот период я была единственная студенческий декан казахстане это как пилотный вариант был все другие мои что-то мне не нравится как я встала тут там машина будет выезжать за день и за день садит это бандура стоит или может сейчас м туда встану а то там эти столбики железные блин то будет машина будет тарас 0 8 регион будет выезжать долбанет меня я лучше спрячусь маленько опа вот так меня никто не задел все друзья мои всех люблю всех обнимаю ваш один наш пока